Ну что же, я приветствую всех, дорогие друзья, уважаемые подписчики у себя на канале. Ну, а мы начинаем. Давайте обсуждать прошедшие поединки. Начать, наверное, хотелось бы с поединка Мариса Бриедиса против Юниера Дортикоса, друзья. Все, как мы с вами ожидали, в принципе, увидеть. Марис Бриедис уверенно забирает победу решением судей. Он полностью тактический. В общем, ну, у Мариса Бриедиса было все для победы, и он показал то, что я говорил в прогнозе на бой. Он все это показал уже нам с вами в бою. Все то, что я ожидал от него увидеть, я увидел, друзья. Это просто не сказать, что вот прям декласс, вот прям декласс, но Дортикос и рядом не стоял с Марисом Бриедисом. Поставить, к сожалению, я не имел возможности. Очень сильно хотел поставить ординаром на чистую победу Мариса и решением судей, единогласным решением судей. Хотел тоже сделать ставки ординарами, но, друзья, так как на футболе я слил все до копейки, то, что у меня было, я не имел возможности ни на одно из своих событий поставить. Ну что ж, с победой Мариса, друзья, и с победой вас, кто ставил. Далее переходим к Сергею Деревянченко против Джермела Чарлу. Здесь, друзья, конечно же, я бы не полез в победу Сереги, разве что копейками. Я бы взял то, что и хотел, полную дистанцию. Когда, кстати, появилась линия, в общем, коэффициент на полную дистанцию был 1,5. Да, я ожидал чего-то побольшего, друзья, но это уверенное событие. Хотя Чарла и потряс первый раз Серегу за бой. Но тактически также, давайте будем честны, тактически Чарла в этот день оказался лучший. Переиграл Сергея, хотя я считаю, что довольно конкурентный бой показал Сергей. Довольно. Но не скажу, что его здесь ограбили. Все так-то здесь, наверное, ну, более-менее чистая победа Чарла, если так выразиться. Но вот что можно сказать по этому поединку. Но полная дистанция, как я предполагал, друзья, просто на АИЗе залетает. Два прогноза на бокс, два плюса, друзья, и никаких минусов. Видите, как оно. Вот это бокс, да, я согласен с вами, многие, кто говорят, что ты в нем лучше шаришь. Да, я это и сам знаю, друзья, что я в боксе лучше шарю. Ну, просто вот мало таких хороших поинков. Видите, появился бой Бредиса, прогноз. Появился бой Деревянченко, прогноз сразу. Бокс очень сильно сейчас, друзья, отстает от UFC. И он становится не особо-то и актуальным. Все очень радуются. Но нет того же, уже та же вокруг бокса, который был раньше. А говорить какие-то там новости, кто с кем будет сражаться, друзья, ну, мне это неинтересно. Я, так сказать, капер, я даю вам прогнозы, которые должны заходить, да. Конечно же, меня тоже интересуют те или иные события. Но смысл о них говорить, если этого может даже и не произойти. Вот, у меня такое мнение. Далее, друзья, идем. Одессания против Паула Косты. Блин, ну, это жесть. Одессания красавчик. Я тоже, тоже хотел бы, если имел бы возможность, в экспресс бы его взял там нокаутом или по очкам, скорее всего. Я верил в этого парня, друзья, то, что Одессания разберет. Ну, не ожидал, что так рано. Да, но Одессания красавчик. Еще один заход по ставкам. Да, не так, как я хотел увидеть эту победу, но Одессания просто красавчик. И вот так вот взять и разобрать Паула Косту, но это дорогого стоит. И, друзья, я так и думал, что поединок завершится. Может, думал, что Одессания начнет бегать. Но он показал, что с Юэлем Ромейро это была просто правильная тактика на бой. А вот вам хотели зрелище, получайте зрелище. Паула Коста, бэм, отлетел. Все, что можно сказать. Далее идем. Зубра и Тухугов. Какого хера он делал, тут вообще непонятно. Решил отвелосипедить от своего оппонента. И надеясь на то, что ему отдадут победу. Один удачный тейкдаун, по-моему. И на него неплохой первый раунд. Но, я считаю, два раунда он вполне отдал своему оппоненту. Не знаю, на что он рассчитывал с таким планом на бой. Но, блин, Хаким Дуаду показал, что он даже матерился на Зубарю. Говорю, какого ты? Давай зарубимся. Не знаю, после таких бы слов я бы, наверное, не отказался зарубиться с Хакимом на месте Зубайры. Но, друзья, я говорил, что на этот поединок лучше не лезть. Я говорил, что 60 на 40 и не больше за Зубайру Тухугова. Ставка не зашла, не спорю. Я себе ни в коем случае не собираюсь это оправдывать или выгораживать. Но я говорю то, что Зубайра показал хрень на римке. Да, могут сейчас умники сказать. Вот, пошел бы лучше сам показал. Блин, отвечу сразу, если такие люди будут. Друзья, да, я бы и не против. Предложили бы мне хорошие бабки, контракты. Я бы пошел без подготовки. Выступил, скажем так, в 70 килограммах. Да, без разницы, друзья. Если бы у меня такая возможность выпала. Вот все, что я могу сказать. И мне было бы насрать, проиграю я там, выиграю, если я скажу честно. Я бы пошел туда за деньгами. Буду честен с вами. Вот. Ну и последний, последний поединок, друзья. Это Доминик Рейс против Яна Блаховича. Вот это главная, наверное, сенсация. Многие сейчас могут сказать. Да бля, мы же говорили, что Блахович выиграет. Да, блин. Я, конечно, думал, что Блахович может там лайки-панч какой-то. Это его единственная надежда. Но что он так проедется по Доминику за два раунда и финиширует его, друзья. Буду с вами честен. Для меня это апсет. И я не ожидал такой доминирующей победы Яна Блаховича. Да. Доминик, в принципе, я бы тоже на него сделал ставку. Какой-нибудь вырискованный экспресс уже. Я бы взял его, говорю честно. Но обидно, что у него получилось Бриедисом и Сергеем поставить. Вот я хотел экспресс, друзья. Марис с решением. И полный бой, да. Блин, и коэффициент там за трешку получался. Блин, ну не имел возможности, к сожалению. Ведь такое бывает. Беда, печаль и обида, так сказать. В общем, бывает такое, друзья. Ну, в общем, в целом я доволен. Два боксерских поединка зашли просто. Классно. Зубайра показал какую-то невнятную хрень по барабану. Ну и Доминик Рейс. Какого-то фига вот так вот проиграл в доминирующей манере. Проигрыш Яну Блаховичу. Ян Блахович красавчик. Удачи ему, успехов, что можно сказать. Показал, что действительно он мужик с большими яйцами. И просто разнес Доминика Рейса деклассировал. Ну что ж, а так по обзорам у меня все, друзья. Единственная большая просьба, друзья. Я сейчас сильно заболел. Я не ною, не жалуюсь, друзья. Но было бы очень приятно. Довольно приличная сумма уже ушла на лекарства. Оно сейчас не дешевое. Это антибиотики, друзья. Довольно дорогие все это. Вот. Очень долго не могу выкарабкаться. И пока что я болею. У меня температура, друзья, 38 с копейками. В общем, сейчас была больше. 39, друзья. Я бы хотел попросить, так как сейчас я сижу без работы. Ну, на время болезни. Ну, куда как бы пойдешь с этой температурой работать. Нет никаких шабашек. Денежки заканчиваются, друзья. И даже чтобы на ставках там на своих же, да, подвыиграть. Просто нет возможности даже ту сотку, блин, поставить. Буду уж честен. Поэтому, друзья, если у кого есть возможность, друзья, вы бы меня сейчас очень сильно выручили. Я надеюсь, ну, что у нас все взаимно, и мы друг друга поддержим в тяжелых ситуациях. Вот, друзья. Поэтому, если есть возможность, друзья, номер Киви кошелька я оставлю в описании. Вот очень и очень был бы признательный. Даже там, если есть возможность незначительная, там, сотку, там, пару кино, 50 тех же рублей, 20, друзья, был бы очень рад, правда. Не так, наверное, как даже в сумме речь, как просто приятно было бы там видеть, что тебя кто-то поддерживает в трудный момент, там, и желает тебе лучшего. Ну, а у меня на это все, друзья. Всем огромное спасибо за то, что, кто есть у меня на канале. Я всем очень рад и надеюсь, что у нас с каждым днем будет становиться только больше и больше. Буду развивать канал. Да, сейчас, как есть, на телефон снимают. Вот, но просадил до день, блин, что были на компьютер, болван. Но, как есть уже, друзья. А у меня на этом все. Если есть возможность, номер Киви в описании. До новых встреч, друзья, до новых прогнозов. Если интересно, пишите в комментах, на какой поединок вы бы еще хотели от меня услышать прогноз. И чей коммент наберет больше всего лайков под этим видео, тот прогноз я и разбираю. У меня на этом все. До новых встреч, до новых прогнозов. Всем добра и удачи.